Выезд из Гомеля – минское направление, популярное у транспортных компаний и пассажиров. Экипажи ГАИ сегодня работают не просто усиленно. Задача – останавливать и проверять каждую маршрутку. Скоростной режим, состояние водителя, различные неисправности автомобиля. Предугадать последствия даже незначительной оплошности невозможно, а значит, за любое даже мелкое нарушение ПДД придется отвечать. В этом случае платить штраф. Все пассажиры транспортного средства, которые находились в салоне, они пристегнуты ремнями безопасности, что радует нас, как сотрудников госинспекции, и что люди понимают, что надо пристегиваться ремнями безопасности. Однако водитель пренебрег данным правилам и пристегнул только сидение, а не себя. Работа маршрутного такси и поведение водителей на дорогах – самая обсуждаемая тема последних недель. 20 февраля под Смолевичем и маршрутка с пассажирами столкнулась с МАЗом. В той аварии погибли 11 человек, в том числе один ребенок. Спустя 4 дня подобное ДТП уже в Могилевской области, на этот раз маршрутка и трактор обошлось без погибших. Ремни безопасности напоминают в ГАИ. В случае любой нештатной ситуации на дороге это шанс остаться живым и невредимым. Но пассажиры продолжают игнорировать данное требование и начинают пристегиваться только при виде инспекторов. Многие и вовсе не умеют этого делать. Не пристегивали? Нет. Почему? Привычка больше. Не успела. Забыл? Да, нет, я был пристегнут. Просто под курткой не видно было, наверное. Пассажиров-нарушителей, кстати, тоже ждет административная ответственность. Каждому выпишут штраф. Такой ситуации можно было избежать, если бы водитель перед поездкой просто напомнил людям о ремнях безопасности. Ну и здесь полная безответственность. Не пристегнулись. А вы? Пристегнут был, да. Ну, как бы, каждый за свою жизнь сам. Рейды сегодня и на городских маршрутах в погоне за прибылью водители микроавтобусов порой просто забывают о том, что обязаны следить за техническим состоянием своего авто. Теперь на недостатки указывают проверяющие. Повышенный износ протектора шин. Наверное, был развал не сделан, так? Или с хождением. Вот, поэтому съело колесо, но, естественно, на такой резине не допускается перед движением. Компании-перевозчику выдадут предписание об устранении неисправности, а должностное лицо оштрафуют за то, что выпустили такую машину на маршрут. И это не единственные претензии к работе микроавтобусов. От переполненных салонов до дисциплины лихачат, едут не в своей полосе, перестраиваются без поворотников. На сигналы светофоров и пешеходов не смотрят. Есть те маршрутчики, которые действительно соблюдают все правила дорожного движения. А есть те, которые действительно пытаются быстрее проехать участок для того, чтобы перевести большее количество пассажиров. Тем самым успеть опередить общественный транспорт и прибыть ранее, чем другие, на остановку для того, чтобы высадить и посадить пассажиров. Тех, кто безответственно и халатно относится к вопросам безопасности, будут выявлять и наказывать. Такие рейды проходят во всех регионах страны. По их результатам в Беларуси могут внести изменения в правила дорожного движения для маршрутного и другого общественного транспорта. Об этом сегодня заявили в МВД. Всего с начала года только в Гомельской области к административной ответственности привлечено более 60 водителей микроавтобусов. Чтобы эта цифра стремилась к нулю, каждый из них должен осознать, что только неукоснительное соблюдение правил поможет избежать новых трагедий на дороге. Максим Ичерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Гомельская область.